Никогда не знаешь, что ждет впереди. Кажется, совсем недавно люди в нашей стране узнали, что такое домашний аквариум. Занялись селекцией, выводили вуаревых особей, искали новые цвета у рыб. Но современная реальность сделала огромный скачок в будущее. Пугающий прорыв в генной инженерии. По сути, вмешавшись в геном, можно сделать рыбу любого цвета и формы. Селекция, как таковая, теряет свою актуальность. И для того, чтобы показать мировой аквариумистике, что может генная инженерия, на свет появились генно-модифицированные рыбки. Пока далеко не все аквариумные рыбки подвержились кислотному окрашиванию, но тернеции не в их числе. Встречайте, генно-модифицированная тернеция GloFish. Яркая красочная тернеция GloFish не в каждой стране разрешена к продаже. Не удивляйтесь, ведь во многих странах запрещен ввоз генно-модифицированной продукции. Это касается еды, растений, животных и всего того, к чему применялись навыки генных инженеров. Но к радости наших детей, которых впечатляют такие необычные цвета, в России ввоз открыт. В зоомагазинах и аквасалонах эти тернеции в свободном доступе. Конечно, есть аквариумисты, которые называют таких рыб разными матерными словами. Борцы за натуральное, естественное. Некоторых пугает тот факт, что еще до конца не изучено влияние генно-модифицированных организмов на человека. Но, как некоторые полагают, природа все равно возьмет свое. Будем надеяться, что ничего плохого не случится и ошибки человечества природа исправит. В целом же интерес к цветным рыбкам у людей появился достаточно давно. Рыб окрашивали и какое-то время краска держалась на теле рыб. Однако, по мере роста, окраска менялась и рыбка становилась самой обычной. Хотя стоила в 2, иногда и в 3 раза дороже. По большому счету, цена окрашенных рыб была оправдана. Считается, что для окрашивания использовалась специфическая жидкость, после которой половина рыб не выживала. Тернеции Глофиш это совсем другое. У этих рыб изменен, а точнее в их ДНК внедрен такой окрас. Благодаря гену морских, кишечно-полосных кораллов и медуз. Сейчас не буду вдаваться в подробности, но смысл в том, что генно-модифицированные рыбки не требуются проходить процедуру окраски. Но стоимость этих рыб все равно дороже. Так называемая флуоресценция это своего рода способность клеток живых организмов излучать фотоны света. То есть, в прямом смысле светиться. Отмечу, что сам лично пробовал разводить Глофиш. И потомство отлично унаследует гены. Мальки цветные, причем окрас может быть разный. Более того, пробовал скрещивать в качестве эксперимента генно-модифицированных рыб с их прародителями. Рыбки естественного природного окраса. И в результате получал вполне жизнеспособное потомство. Правда, скрещивать потомство дальше не решился. В уходе и содержании Тернец и Глофиш ничем не отличаются от Тернец и обыкновенных, которых часто называют рыбки в черных юбках. Правда, у Глофиш юбки совсем не черные. Обычно прозрачные, белые, с отливом в зависимости от того, какого цвета сама Тернец и ГМО. А окрас у них бывает разный. На сегодняшний день я встретил 9 цветов. Розовую, пурпурную, ежевичную, желтую, оранжевую, салатовую, мятную, синюю и красную. В общем, достаточно ярких цветов, чтобы сделать аквариум в силе вырви глаз. Многие источники говорят о том, что первые такие Тернецы в продажу поступили в 2013 году. Достаточно легко захватили внимание многих, в первую очередь, начинающих аквариумистов. В уходе и содержании просты и неприхотливы, что придало им еще больше плюсов. Размер взрослой Тернецы не больше 5 сантиметров. Но так как это стайные рыбки, покупать только одну не стоит. Чем больше стая, тем увереннее они себя чувствуют. Как правило, стаю можно назвать стаей, когда в ней не меньше 6 особей. Но лучше ориентироваться на 10. Кстати говоря, как показывает практика, в стае они живут дольше, от 5 до 7 лет. Но для того, чтобы рыбки столько прожили, необходимо создать приемлемые условия содержания. А они начинаются с выбора аквариума. Аквариум не должен быть меньше 60 литров на стайку. Из оборудования обязательно должен быть фильтр хотя бы внутренний, который будет соответствовать объему аквариума. Обогреватель для поддержания постоянной температуры воды примерно 25-28 градусов. Невзирая на то, что Тернецы и Глофиш искусственно выведены в лабораторных условиях, не нужно забывать, что их предки из Южной Америки, где вода практически всегда теплая. Обязательно аэрация воды, ведь Тернецы получают из нее кислород. Не лишним будет покрывное стекло на аквариум или крышка. Дело в том, что Тернецы очень активные рыбки и нередки случаи, когда они выпрыгивают из воды. Воду предпочитают мягкую кислотность от 6 до 7,5. Показатели воды проверяют с помощью тестов, на глаз, увы, не определить. Не забывайте о том, что в аквариуме необходимо делать подмены воды, так как эти генномодифицированные рыбки, увы, как и их предки, не могут не портить воду своими отходами жизнедеятельности. Да и остатки корма все равно нужно убирать. Для подмены воды лучше всего использовать сифон. Сливают примерно 15-20% от общего объема аквариума. Обратите внимание, долив воды после испарения не является альтернативой подмен. Ну вот, пожалуй, и все из жизненно необходимого. Осталось понять, как оформить аквариум для них. На самом деле, тернеции не выдвигают каких-то особых требований к оформлению. Не актуально оформлять тернециям мгло аквариум в стиле биотоп. Это будет издевательством над мировым аквариумистическим сообществом. Да и вообще, можно оформить аквариум как вашей душе угодно. Но раз эти рыбки флуоресцентные, логично и аквариум оформить в этом стиле. Можно использовать свечащийся грунт, чтобы дополнить яркостью яркость. Или наоборот, черный, чтобы на его фоне рыбки выделялись. Настоящие аквариумные растения тернеции не трогают. Можно, конечно, использовать и их в оформлении. Но лучше использовать специализированные декорации с эффектом свечения. Но самая главная фишка в аквариумах с такими рыбками, как тернеция глофиш, это специальное освещение. Светильники с пиком синего спектра или ультрафиолета. При таком освещении рыбки не просто яркие. Они словно светятся, горят огнями. Вместе со светящимся декором. Но это не значит, что нельзя использовать обычный светильник. Все зависит от вашего кошелька и вкусовых предпочтений. Помимо правильных условий содержания тернеции, необходимо подобрать корма. Кормление выполняет функцию насыщения организма рыб, а также несут в себе витамины, макро- и микроэлементы. Очень сильно влияют на иммунную систему тернеций. К счастью, тернеции глофиш, хоть и генно-модифицированная рыба, но не привередливая в еде. Охотно берут все, что вы им предложите. Главное правило – размер корма должен соответствовать размеру рыб. И второе – корм должен быть разнообразный. Стоит обратить внимание на сухие промышленные корма. Например, корм ГСК – гречишно-спирулиновый корм. Отлично поедается рыбками и не так сильно портит воду. Он в виде мелких гранул. Помимо этого корма я даю всевозможные хлопья, а иногда и мелкий замороженный мотыль. Если объем аквариума больше минимальных требований для стайки тернеций, можно подсадить и других рыб. Конечно, если аквариум оформлен в ярком, красочном, ядовитом стиле, стоит и рыб выбрать таких же. Например, Данио Глофиш. Или разбавить яркость такими рыбками, как Меченосцы, Малинези, Сомики Таракатумы и другими мирными и неагрессивными рыбками. Обратите внимание на важный нюанс. Если стайка тернеций маленькая, скажем, 4 особи, возможно, неадекватное поведение тернеций. Они могут нападать на других рыб, нанося им повреждения. Хотя и в хорошей стае они могут хулиганить. Например, подергивать завуалевые плавники соседей. Помните, что тернеция Глофиш – это активная рыба, резвая, и желательно, чтобы соседи были не из робкого десятка. А у меня на этом все. Всего доброго и до новых встреч на канале Пар. Субтитры сделал DimaTorzok